13 сентября в Сочи одновременно были открыты 219 избирательных участков. Кто спешил в воскресный день по делам, голосовали в утренние часы, другие пришли позже. Мэр Сочи вместе с супругой проголосовали в 10 часов утра на своем участке. По словам Анатолия Пахомова, сочинцы выбирали свое будущее. Я, конечно, жду продвижения нашего города, улучшения жизни наших горожан. И естественно, что я хочу, чтобы были избраны, и я уверен в том, что они будут избраны, те люди, которые реальными делами доказали, что они действительно работают на пользу города. О временной исполняющей обязанности губернатора Вениамин Кондратьев проголосовал по месту жительства на избирательном участке в станице Динской в одном из детских садов. Туда Вениамин Кондратьев пришел вместе со своей супругой, они оба зарегистрировались и опустили бюллетени в урны. Не делиться на национальности, вероисповедания, политические взгляды, а прийти на избирательные участки и сделать свой выбор. Я уже говорил, еще раз скажу, каждый должен ощущать свою личную ответственность за судьбу своего района и за судьбу своей малой родины под названием Кубань. На многих избирательных участках день голосования было даже весело. Например, в Доме культуры автомобилист Центрального района избирателей встречал народный хор «Русская песня». Этот коллектив под руководством заслуженного работника культуры Кубани Татьяны Пастер достаточно известен в городе, и многие сочинцы просто даже останавливались, чтобы послушать интересное исполнение песен и сфотографировать артистов. Дарим хорошее настроение людям. У нас уже свой зритель, который приходит именно на этот коллектив. Народная песня, она народная, заводная, поднимающая настроение и, в принципе, заряд бодрости, энергии позитива на целый день. В утренние часы, конечно, избирателей было немного, но те, кто голосовал, объясняли, что на выборы ходят всегда и ждут от депутатов принятия важных решений. Я скажу всегда, потому что это нужно, это мое право и моя обязанность святая. Считаю, что нужно проголосовать, поучаствовать. Это касается нас всех. Голосовала в свой день рождения Вера Степановна Петренко, которой исполнилось 90 лет. Активисты ТОС поздравили одну из старейших жительниц Сочи, у которой две внучки и три правнука. Муж военный, с ним прожить. Ну, такая, знаете, как, ну, обычная, со всеми трудностями. И детство трудное было, я пережила, конечно. Рано же, смотрите, когда я родилась, это я все знаю. И раскулачивание знаю, и голодовку знаю, и морг пережила, и то, и то, и то, и то. Ну, много чего пережила за свою жизнь. Ну, вот так вот. И пока еще живу. Живет Вера Степановна недалеко от избирательного участка, но там, говорит, ей было бы сложно исполнить свой гражданский долг. Зрение уже плохое, поэтому просила зачитать фамилии кандидата в депутаты, а вот бюллетень опускала в урну уже сама. К выборам всегда она относится серьезно и в силу своей ответственности никогда не игнорировала день голосования. Для пациентов горбольницы номер 4 тоже. Этот день, 13 сентября, не стал незамеченным. Все они приняли участие в выборах. Чтобы не ущемить права наших граждан-сотчинцев, которые должны были участвовать в выборной кампании, но в данный момент находящейся на стационарном лечении, в больнице была проведена или в больничном городке была проведена соответствующая работа. Те из больных, кто чувствует себя получше, выходили из палат самостоятельно, к лежащим члены избирательной комиссии подходили сами. Одним словом, у всех было право принять участие в выборах. Но поскольку все они живут в разных районах города, голосовали пациенты больниц на основании написанных заявлений.